Да, и эта система тоже так делает. Отвалитесь на ходу. Вот. Ну, в 13 лет, понятно, переводчики переводчиками не становятся. Во всяком случае, напереводил я довольно много, а потом так случилось, что мне рассказали, я, естественно, не знал, мне рассказали. Это было очень давно, в советское время, что есть такие переводческие семинары при Союзе писателей. Ведут их абсолютнейшие корифеи. А что за корифеи, я понятия не имел. Обычно имена переводчиков ставятся в конце, в углавлении, никто на них внимания не обращает. Ну, разве что какие-то совсем уж выдающиеся, о которых известно, что именно их надо читать, смотреть. Маршар, например, или Захадер. Ну, если вы читали Винни-Пуха, то иногда на обложке пишут Милу Захадер. Там две фамилии, потому что Захадер Винни-Пуха пересказал. И вот я стал ходить в такие семинары, их было несколько, которых я посещал. Я расскажу о них немножко подробнее потом, потому что это, в общем, та самая школа, благодаря которой переводчиками и становятся. Ну, то есть, конечно, переводчиками, переговорными, литературными, переговорными, не литературными, или синхронистами становятся в УЗИ. Ну, и то не всегда. Но в основном. А вот художественными переводчиками в УЗИ не становятся. Несмотря на то, что есть отделение, в литературе институте и так далее, но если посмотреть, кто ведущие переводчики, то выясняется, что Виктор Петрович Голышев, например, глава гильдии художественного перевода, который перевел, ну, самые-самые известнейшие произведения, ну, например, Фолкнера, Абдайка и даже первого «Гарри Поттера», он вовсе даже закончил физтех и проработал 15 лет инженером. Или Леонид Мотыльев, который переводил гениальнейшую писательницу, американскую, Ланна Рио Коннор, он тоже технарь. Ну, и так далее. Этот список можно множить, и выясняется, что перевод художественный приходит из самых разных концов. А потом вот эти самые переводчики, но вот Виктор Петрович Голышев, он, вот так ему повезло, у него мама была очень известная переводчица Голышева, и он у мамы учился. А вот другие ходили на семинары. Вот, например, еще такой, можно вспомнить, Григорий Кружков. Это наш сейчас переводчик английской поэзии, номер один. Почет личного Оксфорда. Тринити колледж. Он, чего он только не перевел, начиная от «Охоты на снарка», может быть, вы читали «Китса», «Фроста», «Шекспира». Он физик и выпускник Томского университета. Ну, вот такие вот пути. У меня путь был похожий. Мне пришлось закончить технический вуз сначала. Ну, первый образовательный технический. Но все основное образование я получал уже на переводческих семинарах. Ну, правда, вот так получилось, что я 27 лет руководил школой иностранных языков в составе Московского государственного университета. Ну, в общем, выяснилось, что глубже всех, конечно, язык знают именно переводчики художественной литературы. Почему? Да очень просто. Вот если вы возьмете процесс перевода, художественного перевода, то он зачастую заключается в том, чтобы подобрать самое, ну, скажем так, лучшее значение слова. Для того, чтобы это сделать, вы завязаете словарь, смотрите словарное гнездо, и выясняется, что для того, чтобы это сделать, вам нужно посмотреть в глубину, там, на 10 значений. Как правило, для другого перевода этого не требуется. Одно, ну, два. Вот в этом-то и заключается некоторая такая особенность переводчиков художественной литературы. Ну, сегодня я наш курс назвал. Да, ну, сегодня у нас первое занятие, как бы, и лекция, и первое занятие семинара художественного перевода, который, ну, который я начал, который начинаю вести. Он продлится год. Ну, пока. Может, и больше. Бог даст. Я назвал его поэзия художественного перевода. Долго думал над названием, потому что, с одной стороны, я в основном переводчик поэзии, я переводил английскую поэзию с 14 по 20 век, и американскую поэзию, и немецкую, французскую, с подстрочника даже юнгерскую. Но главное в том, что это занятие, в общем, возвышенное. Оно возвышенное не только, когда переводишь поэзию, но и прозу тоже. Вот именно это я хотел подчеркнуть, что художественный перевод – это занятие не просто творческое, а занятие именно возвышенное. И это касается, в общем, действительно, всех видов художественного перевода. Последнее, что пришлось переводить, это, может быть, кто-то видел, это мы с главным режиссером нашего Тюза перевели. Комедию Шекспира «Много шума из ничего». Это новый перевод в Тюзе поставлен, идет. Это была интереснейшая работа. Сразу вот скажу, когда я был молодой, то представить себе, что я буду переводить Шекспира, это было абсолютно невозможно. по многим причинам. Во-первых, это был какой-то пиетет перед теми, кто это уже сделал. Во-вторых, соображение, а если это уже сделано, то зачем? И тут-то, ну, я, когда подрос, выяснилось, что в тех нескольких переводах, которые имеются, колоссальные дырки и ошибки. И вот это для меня меня совершенно поразило, что классических переводов, которые идут, которые много раз поставлены, текст абсолютно иногда распадается. То есть связаны, фразы не связываются друг с другом, они связываются, они потому, что переводчики просто не поняли каких-то вещей. к их оправданию можно сказать, что последний перевод, который был сделан в начале 50-х, все-таки довольно давно от нынешнего времени. И у тех авторов не было не только интернета, но даже хороших словарей. Ну, и еще к тому же связи с заграницей. С Англией было тяжеловато связываться. Вот. И несмотря на то, что один из переводчиков, скажем, был знаменитый поэт Серегрянного века Михаил Кузьмин, и мог листать, но знал английский язык, и все равно кое-что он не знал. Но в какой-то степени проще. Вот. Но это был такой подарок. Каждому, в принципе, каждому он может достаться. Было бы желание. Ну, хотел бы отметить еще сразу же, что когда я начал переводить, я не знал ничего про английскую культуру. Ну, то есть совсем. Первые переводы, которые я делал, были переводы эмунистических стишков, как потом выяснилось из книжки Матушка Гусыня, извините, а можно я вас спрошу, просто поднимите руку, кто, у кого первый английский? Так, то есть почти у всех. А так, а немецкий? Так, а вот те, кто немецкий, знают английский? Да. Ага, прекрасно. Это облегчает задачу, потому что в общем почти, ну так, 90% все-таки мы переводим с английского. Ну, значит, будет проще немножко говорить. Так вот, вот Матушка Гусыня. И выяснилось, что вот я ее по молодости лет не знал, не дооценил, но а это своего рода Библия такая в английской культуре. И знать-то ее надо очень хорошо, если хотеть понимать, что происходит в этой самой английской культуре. Потому что цитатами из Матушки Гусыни, так же, как и с цитатами из Библии, так же, как с цитатами из Шекспира, пронизан просто английский язык. И какие-то вещи, не зная, невозможно просто понять. на уровне даже просмотра фильмов. Вот был такой знаменитый фильм «Пролетаем от гнездов кукушки». И ну, мы посмотрели фильм. А почему он так называется? Может, кто-нибудь знает почему? «Считалка, по-моему, вам служить, вам плодить». Именно. Молодец. Человек знает. «Кадедокол». Если кто-то видел этот фильм и знает содержание, то там дело было… Ну, не буду перескаривать, посмотри, гениальный фильм, гениальные артисты. И понимая, в чем заключается смысл этой вполне таки абсурдистской считалки, стишка, то только так это название, да и, собственно, смысл фильмов в этом. Но потом приходит с годами осознание того, что нужно читать Библию по-английски и так далее. Вот все это, весь комплекс того, что мы должны знать в деталях, нам рассказывали наши руководители наших семинаров. Ну, традиция семинаров литературных, она очень давняя. Ну, первые семинары, наверное, были у великого переводчика Михаила Лозинского. Это тот, который перевел божественную комедию, самый известный перевод. Но он еще перевел такую кучу всего, что непонятно, как он это сделал. Он с разных языков переводил. Савану на сене переводил, например, тоже известная пьеса. И вот у него был семинар, и они семинаром делали книги. Вот, например, был такой французский поэт Жозе Мария Эреди, и они сделали книжку его стихов, сонеты. И там каждый перевод подписан был Школа Лозинского. Ну, Школа Лозинского, там переводчик, допустим, Алирон, Грушков, и, значит, Школа Лозинского. Также, скажем, сделана была книга прозы Бориса Виана. Был такой замечательный французский писатель и джазовый музыкант. Он написал книгу «Пена дней». Если не читали, может заинтересовать. Это такая вообще очень модерническая штука. И фильм был очень такой не похожий ни на что. Луи Маль снимал такой французский режиссер. Вот. сборник Парис Виана переводила «Школа Лунгиной». Была такая переводчик Лилиада Лунгина. Может быть, вы знаете такую книгу Карлсон? Вот это она перевела Карлсон. Ну, повин всего прочего. Ну, просто самый известный перевод. Вы знаете, действительно я сразу сказал, что переводчикам не всегда везет. Многие читали сказки братьев Гримм. И никто никогда видимо не заглядывал в конец и не поинтересовался а кто же перевел. Ну, так. Вот такая судьба. Иногда хочется, чтобы это было иначе. Ну, вот, например, знают, что Бернца переводил Маршак. Вот Маршаков повезло больше. Но, в принципе, никто не возбраняет стать Маршаковым. Так вот, возвращаясь к семинарам. Это был первый семинар. Семинары шли и в Москве, и в Ленинграде. Вот тогда Ленинград. В других местах они шли и тогда. То есть наш семинар, мой семинар, в принципе, первый за пределами двух столиц. в Ленинграде вели семинары великие. Я, естественно, их знаю. Один был Ефим Григорьевич Эркинт. И те, кто будет ходить ко мне на семинар, должны будут прочесть его книжку поэзии перевод. Обязательно. Это одна из основополагающих книг по художественному переводу. Вела такая еще Эльга Ленецкая. А в Москве после Лозинского долгое время никаких семинаров не было. Потом ввел великий переводчик Эльгей Глевик. Потом ему наследовал Аркадий Штенберг. Которым он наследовал Элизбар Георгиевич Анани Ашвили. Которым он наследовал Евгений Владимирович Витковский. Вот эта преемственность такая прослеживается. А Витковскому наследую я. И надеюсь, что это не прервется. Тут конечно смешная история, почему прервались семинары. Они шли до 1994 года. Проходили они в здании Центрального Дома Литератора в Москве. Там выделяли такой дубовый зал. А потом перестали выделять. Отобрали помещение. И семинар закончился. Просто так. Витковский не смирился и семинар перевел по онлайн. Он сделал выдающийся совершенно сайт век перевода. Я всем, кто интересуется этим вообще в принципе переводческой какой-то культурой, настоятельно рекомендую его открыть, потому что это эциклопедия. Абсолютно настоящая эциклопедия по всем переводчикам профессиональным с конца 19 века. Их больше тысячи. Там аннотация, там есть достаточно сайт архавичный, конечно, но он абсолютно справочный. Второго такого нет. И по переводчикам там на каждого отдельная страница. Витковский отбирал сам лучшие переводы, которые он там помещал, самые характерные, и делал биографические справки. Потрясающий совершенно сайт. Но онлайн это онлайн. Живое общение это живое общение. И несмотря на то, что семинар в каком-то виде функционировал, ну, это все-таки другая история. Я успел, к сожалению, на семинар Элизбарана Ниашвили. На полгода опоздал к Штейнбергу. Элизбар Ниашвили, Элизбар Георгиевич, ему было за 80. 80. скажу сразу, что у нас не было сомнений, что это мастера. Потому что просто так семинар взять было, ну, как-то не давали. Заплатили за них, конечно, немного руководителям, но это было почетно. Элизбар Георгиевич, ему было за 80, когда он нас принял. Кто это был такой? Его достаточно близким другом была Марина Ивановна Цветаевна. был в прекрасных близких отношениях с Пастернаком. Ну, ему было что нам передать, рассказать из первых рук про Цветаеву и Пастернака. Потом мы узнали, что он перевел. Он перевел классическую книгу американского поэта, очень известная, Эдгара Ли Мастерса. Он переводил ее еще вместе с Багрицкой немножко. Вот. Он был такой тихий-тихий. Мы читали его переводы наши с разных языков. И он всякий раз давал какие-то комментарии. Мы в конце концов его спросили, а Элис Барберчин, где вы учили языки, сколько вы их знаете. Он сказал, ну, я не знаю, сколько, а учили тетушки. Ну, то есть, все те европейские языки, на которые мы предлагали, с которых предлагали переводы, он он знал. Как проходили семинары? Я думаю, что наш семинар будет проходить точно так же. Ну, мы все писали, кто-то что-то, пытались переводить. На семинар выносили, кто-то по очереди обсуждались работы каждого. То есть, кто-то, доброволец первый, говорил, что вот я хочу, чтобы обсудили мои переводы. Ему назначали двух оппонентов, и они готовились, и начиналась, в общем, достаточно жаркая драка, потому что, как правило, переводы драконили. Переводы, ну, почти всегда были поэтические, реже прозаические, но и были те и другие, но в основном поэтические. Вот, и их драконили, жертва несчастная защищалась как могла, но это не всегда было справедливо, вот эти нападки, они не всегда были справедливы. И руководитель семинара, он выступал таким арбитром, который давал четкие, совершенно замечания делал такие, абсолютно четкие. Где ошибка в тексте, где что не понято, где что-то по русскому языку, где-то неправильное употребление, и так далее, и так далее. Вот из этих мелких замечаний создавалась такая учебная ткань, вот так скажем. иногда, но это уже были другие, не Элисбар Георгиевич, а вот, скажем, Владимир Борисович Микушевич, которым я тоже ходил, и Евгений Витковский, они читали лекции и по каким-то областям, сейчас расскажу про каким, ну и то же самое, и предлагали переводы на конкурс, то есть давали какое-то стихотворение, как правило, ну или прозаический отрывок, все делали это, все делали, мы потом обсуждали у кого что получилось, ну и то и другое в конце концов полезно, а вот лекции, которые читали, ну вот скажем, Владимир Борисович Микушевич, он в принципе религиозный философ, его переводят в четырех языков, он еще жил, ему 87, он религиозный философ и читал нам лекции по пониманию Библии, ну Библия как основной источник всего искусства, куда, как это обойти, сюжеты библейские везде, цитаты библейские везде, вот я помню, что когда переводили Киплинга, то, причем переводили то, что называется Берри Крумбеллотс, такая у меня есть книжка, то есть казарменные баллады, там было довольно сложно узнавать библейские цитаты на кокне, это, конечно, непросто, но их надо узнавать, потому что ну как, это же перевод, а вот Евгений Владимирович Литковский, мой основной учитель, он нам читал лекции двух областей, во-первых, по истории перевода, ну ничего не знаю, ну потому что, скажем, это в принципе интересно узнать, что, ну например, самое известное, одно из самых известных стихотворений мировой поэзии, Ворон Эдгар По, известный более чем в 100 переводах, ну хорошо, в 100 известно, а что про переводчиков знаю, судьбы очень известные, очень интересные, ну например, я потом еще проиллюстрирую, был такой потрясающий совершенно человек Валентин Парнах, Валентин Парнах, это первый переводчик Лороки, но кроме того, что он первый переводчик Лороки, это первый в России, в СССР джазовый музыкант, он привез, он до 20-го года жил в Париже, потом вернулся, руководил музыкальной частью в театре Мирхольда и привез с собой джазовые инструменты и первый джаз, вот тот самый джаз, который упомянут Булгакова в «Мастере Маргарете». Вот руководитель этого джазового коллектива был Валентин Парнах. Ну и вот я потом к нему вернусь, потому что переводы лорки, о переводах лорки я скажу отдельно. Значит, и еще Витковский рассказывал о том, о чем мы не знали в 80-е годы и не знаете вы и сейчас. Он пытался нам сформировать общее понимание русской литературы, русской поэзии, в частности, русской литературы целиком. То есть он вам рассказывал о литературе русского зарубежья. Ну, так получается, что, несмотря на то, что вы сейчас в школе имеете более полное представление о русской литературе, вот скажем, ну, в мое время за прочтение служеницы на давали 10 лет тюрьмы. Ну, и так же, как там Реклий Махматовый тоже был абсолютно подпольный. Вы сейчас это читаете, у вас это в школьной программе. Но литература русского зарубежья, она по-прежнему не вошла ни в какой общий обиход. Ну, разве что, может быть, Набоков. И все. Не, ну, отчасти Газданов. Есть такой замечательный прозаик Гайто Газданов. И то только потому, что он осетин и в Осетии его продвигает. А это один из блистательнейших стилистов русской литературы. Обид лучший. Но уже о Поплавском вы не слышали блистательного романисти. Об Асении Несмелове из Харбинцев тоже нет. А лучше он ну, кто-то слышал, кто-то даже, может быть, книжку купил, потому что сборник Несмелова издал как раз-таки Евгений Витковский его чаяния. И он издал такой четырехтомник, называется «Мы жили тогда на планете другой». Это поэзия русского зарубежья. Вот он нам читал это в середине 80-х годов. Об этом один из причем, ну, надо понимать, что, скажем, Павел «Иван Елагин», это из второй войны русской эмиграции послевоенной. Это просто один из лучших русских поэтов. Он просто без дураков, без натяжки абсолютнейший. У нас он не вошел в обиход. А картину литературную надо все-таки видеть целиком. Кстати говоря, эмигранты, они тоже занимались переводом. Это очень интересно, что тот же Елагин перевел знаменитую поэму Стивена Винсента Бенна «Тело Джона Брауна», 12 тысяч строк, и в 79-м году ее издал Бродский, уже будучи за границей. какая-то такая связь эмигрантская есть, или, скажем, такой был Валерий Перелешин, замечательный поэт, русский поэт, жив в Бразилии. Вот поэтическая, вообще, литературная диаспора, она очень велика. И ладно, об этом читал лекции. Я об этом тоже расскажу, буду рассказывать. непременно. Ну, к сожалению, вот я уже сказал, я не попал на семинар Аркадия Штенберга, о нем рассказывали абсолютнейшие легенды, это, кстати, о том, как становится переводчиком, вообще, он был художник, он закончил в Хутемас, было такое учебное заведение в 20-е годы. Кстати, как и Вильгель Блиевик тоже закончил в Хутемас, и художниками они оба были великолепными. Ну, к тому же Штенберг здесь этот сидел, человек, он был абсолютно бесстрашный, а потом он возглавлял секцию художественного перевода при Союзе писателей. и изгнан был за то, что во время похорон читал публичный ракетик. Ну, похорон осмотрел. Ну, такие люди. И был Аук был ближайшим другом Арсения Тарковского. Ну, вот это вот все передается воздушно-капельным путем. Что-то я знаю, что-то кого-то мы видели, это главное, что это вот это на расстоянии двух кругов пожатий. Так, ну, скажу ближе, как называется, к телу семинара. А чему нас учили вообще-то? в чем заключалась, так сказать, переводческая традиция? Учили нас сначала не просто читать текст, а слышать его и видеть. Потому что очень многое из того, что есть в тексте, это именно что картинка и звуки. Я сейчас вам покажу, что это значит. Учили, как я скажу, упоминал, не пропускать цитаты. Ну, и думать. Думать над текстом, потому что если у вас в русском варианте получается ерунда, что-то не складывается, что-то неловко, где-то жмёт. Скорее всего, вы что-то не поняли. Почти всегда это так. Вот. И учили думать, как этот текст перенести на русский язык. И что не менее важно, как встроить получившийся, получающийся текст в сознание русского читателя. Потому что, скажем, перевод, может быть, абсолютно точным. И при этом даже не то, что непонимаемым иногда, а непопадающим. Я с этим столкнулся, когда переводил ну, давайте сначала не я. Вот, скажем, упором на дневной лерик Юргин Вениаминович, который перевёл Рансара. Рансара это поэт французский, Плеяда это Средневековье. А как это перевести на русский язык? Ведь тогда, когда жил Рансар, русской литературы, в общем, почти что не было. То есть, в том виде, в каком мы это можем читать. я вас уверяю, если вы сейчас откроете дом Антиоха Кантемира, а это всего лишь 18 век, вы просто ничего не поймёте, ну, совсем. Даже Самароково, это середина 18 века, и то, потому что изменилось, ну, ладно, реалии ушли, так грамматика изменилась. А что говорить о том, что было раньше, в 16 веке то, что творилось с русской литературой, её просто не было. Ну, был-то Семён Полоцкий, хранист, и всё. Её просто не было. Так, а как это перевести на русский язык? И это, в общем, открытие было лилика найти тот язык, которым переводить поэзию в Средневековье. Потом по этому пути пошли другие, скажем, переводчик Гинзбург, который переводил Вагантов, он переводил тем же сам языком, но открытие было редко. И тут очень интересные казусы такие возникают, потому что, скажем, более позднюю поэзию европейскую у нас принято переводить более архаичным языком. Но это вот такие вот, но тут интересно то, что это каждый раз задача, которую ставит перед собой переводчик, и каждый раз он не знает исходного ответа. Он над этим должен думать, понять стилистику и понять, на что это перенести, как это перенести на русский язык. Бывают неудачи, скажем, сразу скажу. бывает, модерниста переводят как русского поэта начала XX века, а он совсем даже сюрреалист. И это так нельзя. Я покажу. для начала я покажу вам вот такой кусочек. Значит, это конец, самый конец в нескольких последних фраз роман Голсуорси из цикла Сага о фарсайтах, из романа последние лета фарсайта интерлюди. Кто-нибудь читал Голсуорси? Сага фарсайта? Хочется, фильм смотрим. Были два сериала. Ну, это Голсуорси один из самых известных английских романистов начала XX века. Ну, может быть, опять же, знаете, он был создателем подклуба. Слышали, что такое подклуб? Вот, это такая международная организация для защиты прав писателей, журналистов. У нас сейчас их каждого два. Один через Е, другой через Т. Но неважно. Значит, вот этот самый Голсуорси написал цикл романов Сага фарсайта. Каждый роман он завершал такой вот такой частью, которую он называл «Интерлюдия». Это сразу такая подсказка, намек, что надо обратить внимание на музыку, это музыкальный термин. Вот, значит, я вам сейчас прочту, как это звучит в переводе великой переводчицы Марии Федоровой Ларии. Самый-самый конец. Часы над конюшней пробили четверть. Пес Балтазар потянулся и взглянул на хозяина. Пушинка не шевелилась, это на лицо упал такой кусочек пушинка чертополоха. Пес положил голову на освещенную солнцем ногу. Она осталась неподвижной. Пес быстро поднял морду, встал, вскочил на колени к старому Джолиану, заглянул ему в лицо, взвизгнул, потом, соскочив, сел на задний лап и задрал голову. И вдруг протяжно, протяжно завыл. Но пушинка была неподвижна как смерть, как лицо его старого хозяина. Жарко, жарко, знойно, бесшумные шаги по траве. Сейчас я прочту этот же отрывок на английском. The stable clock struck the quarter past. The dog Balthasar stretched and looked up at his master. The twistle down no longer moved. The dog placed his chin over the sunlit foot. It did not stir. The dog withdrew his chin quickly, rose and leaped on old Джолиану's lap, looked on his face, weaned, then, leaping down, sat on his hunches, gazing up. And suddenly he entered a long, long hole. But the twistle down was still as death and the face of his old master. Summer, 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 the soundless footsteps on the grass. bass. Вот обращу внимание на два момента. Значит, во-первых, фраза английская. And suddenly he acted Ну, казалось, можно перевести, что он издал «Долгий-долгий вой», но переводчица Ларьер, замечательная переводчица, она прекрасно поняла, что «долгий-долгий вой», длительность вот этих слов, она недостаточно длинная, потому что «long-long-хоу» в английском языке длиннее, чем «долгий-долгий вой», и ей потребовался перебив гораздо более выразительный, и она нашла трехсложные слова «протяжно», «протяжно» и вместо «вой» «завыл». То есть вот этот, вот этот вот, она услышала это, еще она услышала, и тут совершенно гениальная находка «самма-самма-самма». Ну, почему это не перевести в лето, лето, лето? А вот творче. Она представила себе картинку, и вы представьте. Значит, в чем там дело? Лужайка, залитая солнцем. Сидит старик, на лице у него пушинка. То есть такая тишина, тишина, такой покой. А как это звучит? И он умирает. И он умирает, да, в кресле своей. А как это звучит? На что похоже «самма-самма-самма-самма»? Похоже на колокольный звон, на самом деле. Поэтому «какое лето» не годится абсолютно. И она стала искать вот это слово по сонорным согласным. «М-эм». Вот, то есть вот это вот «знойно» звучит, все-таки звучно. Вот это и есть поэзия перевода, прозаического. Это не только поэтического. А вот пример того, как нужно думать над текстом еще. Сейчас я вам приведу еще один крохотный пример. Это кусочек из рассказа о Генри. Два перевода было. Один неизвестный мне переводчик или переводчик 1906 года. А потом это переводила не менее великая переводчица Дарузес. Рассказ называется «Мэмман и арчер». Ну, кто-нибудь может перевести? Мэмман и арчер. Мэмман – это мамона. Кто знает, что такое мамона? Мэмман – это библейский термин. Это слово из Библии, которое противоположно Богу. То есть мамона – это как стяжательство. То есть такая там фраза, что вы можете молиться или Богу, или мамоне. То есть вы молитесь или Богу, или богатству. Да, или богатству. Это арчер. Там с большой звук арчер. То есть как стрелок. В переносном смысле это амур, кубидон, как хотите. Значит, ну и как это переводить? Старый переводчик или переводчица перевела этот рассказ «Мамона и амур». Ну вот сейчас я проверил. Мало кто помнит, что такое, кто такой мамона. И вот в этом-то и проблема. Я с этим столкнулся, когда переводил Шекспира. Что очень многие слова, которые сто лет были на слуху, но потому что Библию читали активнее. Сейчас из обихода вышли. И надо, чтобы… Но Дерузес она была гениальна. Она поняла, что и тогда не очень. 70 лет назад тоже не очень твердо знали, кто такой мамона. Поэтому она перевела это «Золото и любовь». Значит, вы можете найти этот рассказ, дивный рассказ. А можете не смотреть. Я вам скажу в двух словах, в чем там дело. Некий очень богатый маловаренный король разговаривает со своим сыном, который хотел бы сделать предложение одной девушке, но она уезжает. И он понимает, что он не успевает делать ей предложение. И упрекает папу за то, что он богатый, конечно, но тут деньги ничего не решат. И замечательный папа организует, когда этот молодой человек с девушкой поехали, когда молодой человек поехал провожать ее путешествие долгое, на тот год, он на одной из центральных улиц Нью-Йорка организует огромную пробку на два часа. За это время он платит деньги, подъезжают разные фургоны и организует огромную пробку. И вот за это время этот молодой человек успевает сделать предложение. Кончается это такой фразой. В старом переводе это звучало так. Ну, сказал Энтони, вытащив свою чековую книжку. Ну, Энтони, это вот тот самый папа. Это был добрый ящик мыла. В английском это звучит так. It was a group being of self. И что это значит? Что это такое добрый ящик мыла? Ничего не значит, потому что другая приводится до Розес. Подумывая, что фраза-то имеет абсолютно двойной смысл. Да, действительно, это ящик, это промыла. Но это то, что они очень хорошо обтягывали дельца. И фраза, и ее фраза звучит. Мы неплохо сварили мыло. Вот так обращаться с русским языком. Вот нас так учили. Но тут есть один еще такой, в этом же рассказе, довольно смешной момент. Так, сейчас вам скажу. Вот, значит, там так. Сейчас что-то я... Так, значит, фраза по-английски, фраза такая. Так. His neighbor to the right The aristocratic clubman Как его по фамилии? Шуйлайт Сапфолк Джонс. Старый переводчик перевел Как посетитель аристократических клубов. Да, Рузес Тоже, кстати говоря, не лучший вариант. Она не стала переводить. Она у тебя просто клапан. Не знали они, кто это такие. Почему-то не пришло в голову ни первому переводчику, ни второму. Если бы сейчас переводили, то уже знали бы, что это клубный завсегдатый. И это при том, что это было замечательно. А вот довольно смешной был момент. Значит, фраза такая была. Смешной момент. Вряд ли кто-нибудь знает, кто такой Несельроды. Переводчица Дерузесова оставила в переводе, что «замороженная статуя Несельроды». Каким образом О. Генри это знал, мне трудно сказать. Несельроды был один дипломат петровских времен, подпортугальского происхождения. Почему-то Генри это знал. Но переводчик другая, решил я от этого избавиться, у него ни своего рода нет, там просто почему-то статуя бездельника. Почему бездельник? Непонятно. Вот вопрос о том, какая бывает необходимость для переводчика полезть в слово, скажем так, энциклопедии. В любом варианте, хоть в интернете, хоть где. Но мы сами знаем, что Википедии надо доверять не всегда. Мой учитель Литковский говорил, что переводчик должен знать все. Вот все. Вот просто все. Жизнь показалась, что это действительно так. С чем только не пришлось столкнуться. Когда я переводил один подростковый роман, мне пришлось заниматься верблюжьей упряжью, холодным оружием средних веков и так далее. А кто этим будет заниматься? Вот вы переводите, чтобы это не было фигней. Это должно быть. Вам приходится лезть. И все. И никто вам здесь не поможет. Только ваше собственное любопытство и умение отделить правду в интернете от неправды. Ну или не в интернете, если у вас книжки есть. Ну, это с интернетом попроще. Сам Витковский, он был... Он вот... Ну, очень жаль, что я не познакомился с ним при рождении. Потому что это был человек, который в свой путь выбрал в 17 лет. И он не понял, и поучившись три года на искусствоведчество, он понял, что тот ему ничего не дает, и ушел оттуда. И дал себе такое... Взял себе за правило каждые пять лет выучивать один иностранный язык. Выучивал он достаточно много экзотических. Я в какой-то момент тоже стал так, но как-то у меня было лучше пораньше начать. А он, в конце концов, сбился со счет, сколько он так знал. Но он сказал одну вещь очень полезную, которая и сейчас вам полезна, и явно не поздно вам ее сказать. Что одного иностранного языка мало. Совсем мало. Надо несколько. Лучше три-четыре. Вот сейчас очень много литературы, особенно подростковой, а я, ну так получилось, детской, так получилось, что последние годы я очень много перевожу детскую литературу, именно детскую. Сейчас очень много детской литературы на шведском языке. А переводчиков там буквально двое. Ольга Меолец и, я даже второй не помню, Афиногенов, по-моему. А нет, Афиногенов был в первую очередь, все, может один. Это непаханное поле. И вот насчет непаханности. Виткурский пригласил меня принять участие. Я, естественно, принимал участие в антологии «Семь веков английской поэзии». Фантастическая совершенно была антология. Это три таких вот тома по тысяче страниц. И когда мы начинали это дело, выяснилось, что не меньше 80% английской поэзии у нас просто не переведено вообще. Мы этих авторов даже никогда не слышали. А из остальных двадцати почти все надо переводить заново. Потому что переводы были сделаны в какие-то наспех, какие-то просто... А каких-то авторов перевели не то. В советское время оно, конечно, отличалось вот чем. Во-первых, не печатали ничего религиозного. То есть это был такой табу. Если какой-то поэт, писатель отличался религиозностью, то его просто не переводили. Ну, я вам сейчас один... Ну, скажем, был такой великий английский поэт Генри Боэн. Это Елизаветинские времена, примерно он со временем Джона Донбана. Вот стихотворение одно, чтобы понять, чему не печатали. Сейчас это, Господи, потому что... Вот, значит, стихотворение такое. Сквозь тьму и пелену, то истины, то суеты. То суеты, то истины расхожей, иную правду видел он одну, свет Божий. Пришел в ночи к спасителю один, меж фарисеев некто Никодим. Ну и так далее. Вот, понимаете, ну, какой бог? Это первое, на что было табу. Второе. Не печатали авторов, плохо относившихся к советской власти. Поэтому у нас не было Хаксли, не было Орвана. И третье. Ничего фривольного, даже, ну, не очень так. То есть, ну, такого сейчас, кажется, ну, совсем невинного тоже как-то вот не было. Шутки были исключительно легкие, а какой-нибудь там итальянский поэт Джусти был совершенно не... Просто вот нет. Даже, казалось бы, вот был такой, я переводил как раз, средневековый венгерский поэт, основатель венгерской литературы. Он был до такой степени религиозный, что его ждали 30 лет, чтобы напечатать. Вот так. Сейчас даже в английской литературе более непаханное. Когда издали эту самую трехтопную антологию, то через несколько лет Витковский сказал, что, во-первых, я бы ее во многое переделал, а в таком уже у меня четвертый подготув. Но он его не издал. Значит, вот, ну и с тем, вот еще хочу такой примерчик привести, как надо думать над текстом, и что. С этим столкнулся я вот только-только-только. Мы сейчас переводим еще одну комедию Шекспира «Согу летнюю ночь». Это самая популярная его пьеса, популярнее Габрита. Там есть такие действующие лица, ремесленники. Ну, они такая комическая такая бригада. Ремесленники, ткач-ткач, плотник, столяр, медник, ну и там еще. И у каждого из этих персонажей свое прозвище. Соответствующие ее профессии. Ну, скажем, у ткача прозвище, которое переводится как основа, ну, как основа ткани. У портного, он такой, мы его сейчас, видимо, переведем, дохляк, потому что исторически считают, что дамский портной, он трудой. А вот у плотника по-английски прозвище Квинс. Квинс. Первый переводчик в 1906 году, Сатя, полез в словарь и увидел, что Квинс – это айва. Но айва – айва. С какого такого понтовыку он, его перевел слово пигва, я не знаю, но пигва – это айва по-польски. И вот эта самая пигва стала кочевать из перевода в перевод. Переводов основных шесть. Последний перевод, который идет на сцене, перевод Шепкиной Куперник, удивительной в кавычках переводчицы, она умудрялась в предыдущих переводчиков перетрать просто не изменяя ни одного слова до 40% текста. Так вот, это самое у Шепкиной Куперник фигурирует, это самое пигва. Какая связь между айвой и плотником? Никакой. Был упоминаемый вновь замечательный Михаил Лозинский, который полез, я уж не знаю, может он знал, а может куда-то он залез, и выяснил, что это вовсе даже не айва, а это искаженное слово, которое означает брусок какой-то, плотницкий, ну что-то такое нереальное, в общем, какие-то там разные версии. У него этот самый пигва назван клином, но потом, но это был Лозинский перевод в 30-м году, а по Пустому Лозинскому еще три перевода, значит, в одном была айва, а в другом, в других пигва. И нам сейчас приходится, вот пришлось над этим задуматься и полезть, посмотреть, почему вот такое мелкое изыскание провести, почему бы была пигва, и почему айва. Сейчас, к счастью, доступны британские комментаторы, и иногда подсказывают. Почему иногда? Потому что британские комментаторы, они во множественном числе, один считает так, а другой этак. Единства нет, в Шекспире нет. Но я хотел бы вам в связи с Шекспиром и в связи с тем, что всегда возникает вопрос, а надо ли переводить что-то по-новой, зачитать одну цитату из, опять же, упоминаемого мною Левика. Цитата как раз о переводах, о новых переводах Шекспира, и она, в принципе, эта цитата, эта мысль имеет отношение ко всем прочим переводам. Он писал так. Какие-то пьесы, например, те, что печатаются в переводе Щепкин и Куперник, писал он в конце 50-х, когда переводы Щепкин только вышли. будут переведены более современным и более крепким стихом. То есть не прошло и нескольких лет, как перевод устарел. При еще более внимательном прочтении, а, стоп, сейчас, сейчас, пардон, перед каждым, кто берется переводить великого поэта, уже неоднократно переведенного, в данном случае, Шекспира, неизбежно встает вопрос, а нужен ли вообще новый перевод? Или, может быть, предшественники уже исчерпали все возможности? А отсюда возникает и другой вопрос. Каким должен быть современный перевод Шекспира и какие задачи стоят перед теми, перед нами, русскими переводчиками, после того, как в усвоении Шекспира накоплен такой грандиозный опыт? Ну, вот, перевод Бангарапоэта имеет тоже самое отношение, такое же. Если бы мы переводили его впервые, было бы очень просто делаться одной всеобъемлющей формулой. Надо ставить верное слово на верное место. Потому что, собственно говоря, требования, предъявляемые переводом Шекспира, принципиально ничем не могут отличаться от требований, предъявляемых переводом любого поэта. Но двухсотлетний опыт работы над Шекспиром показывает, что это верное слово не так легко найти. И даже более того, в силу метафоричности и многоплановости шекспировского словаря, часто случается, что даже невозможно определить, какое слово является единственным и непреложно верным. Слова Шекспира настолько емкие, что сплошь до рядом затрудняешься даже в передаче их прямого смысла. Ясно только одно. Для того, чтобы установить, каким должен быть новый Шекспир, прежде всего нужно установить, каким он не должен быть. Для того, чтобы доказать, что нужны новые переводы, прежде всего нужно доказать, что старые несовершенны. И однако, что же за 200 лет изменилось? А изменилось толкование отдельных строк, отдельных темных и даже не темных мест, но главное, все время менялась поэтика, менялся стик перевода, человеческая речь звучит естественнее, уже хотя бы потому, что современнее. Вот и все. То есть вопрос о новых переводах ставится только тогда, когда очевидно, что старые устарели. Есть те, которые не устаревают. Вот, скажем, перевод «Илиады Одиссеи», Гнедича, Жуковского, пушкинские современники, не устарели. И ничего. И попытки перевести более поздние времена, это просто анекдоты. А вот, скажем, перевод вот Владимир Лазинский перевел комедию Данте, и несмотря на то, что есть десяток других переводов, и несмотря на то, что наработался новый аппарат, уже поняли, что стиль Данте другой, что он писал не на том итальянском языке и так далее. Тем не менее, увы, или не увы, я не знаю, но басцом остается перевод Лазинского. Вот. Тем не менее, для переводчика одна из основных задач, если он хочет переводить, вообще заниматься художественным переводом, и задач, и удач, это что-то вот такое замечательное найти. Вот в 20-е годы приехал, как я сказал, Вентин Парнах, и привез с собой Лорку. Лорка был современник. понять, что он гений, это надо иметь чутье. И Лорку он, конечно, открыл, но главное, что открыл его Цветаева. Одна из лучших, может быть, лучшая переводчица вообще. Ну, в ее переводе мы знаем баллады о Робин Гуде, Бадлера, но вот Лорка. То, как звучал Лорка у Парнаха, я специально выписал. Вот такой стишок был. Это по-русски читаю. Есть в дожде откровение, потаенная нежность и старинная сладость примиренной дремоты. Пробуждается с ним безыскусная песня и трепещет душа усыпленной природой. Эту землю лапзают поцелуи глазурами, первобытное снова оживает поверье. Сочетаются небо-земля, как впервые, и великая кротость разлета в предвечении. Но это северяне. это абсолютно игорь северяне. Ну, или там какой-то поздний символист. Но вот совсем не логика. Прежде всего, потому что логика писал Верлибро. Почти всегда. И звучит он на самом деле вот так. Давайте я вам прочту по-испански сначала, потом перевод вред цитали. Наши называются «Пуэбло». «Собро el monte pelado un calvario, agua clara y olivos centenarios por las rellegas compras en pasados y las torres veletas girando, eternamente girando, о pueblo perdido, а la Andalucía triantum». Цвета его перевела так. И вот это и есть стиль логики. «На темени горном, на темени голом часовня, в жемчужные воды столетние никнут маслины, расходятся люди в плащах, а на башне вращается флюгер, вращается демна, вращается нощно, вращается вечно, о где-то затерянное селенье, в моей Андалузии слезной». Ну вот понятно, что это два разных поэта, абсолютно. И спасибо Парнаху за то, что он принес ну кстати Парш, если быть честным, то у него были некоторые удачи. Вообще с переводом Верлибра, и это будет отдельной темой нашего семинара, с переводом Верлибра история довольно сложная. И в этой связи я хотел бы как раз таки вспомнить Николая Александровича Добролюбова. Так получилось, что я принял участие в конференции по Добролюбову и делал доклад Добролюбов, переводчик Гейна. оказалась интереснейшая тема. Просто я залез в это и оказалась интереснейшая тема. Гейна написала в начале 19 века книгу стихов «Северное море» первой в европейской поэзии Верлибр. Что такое Верлибр? Это то, что Александр Сергеевич Пушкин назвал «А что, если это проза дойдорная?» То есть это неорганизованная поэтическая речь, то есть неподчиненная классическим ямбом, хореемом, фибрахием и так далее. И без ритма. Написать хорошее стихотворение Верлибра гораздо сложнее, чем классическим регулярным размером. Ну вот великолепное стихотворение Верлибр. То есть в принципе это достижимо, это сразу понятно, доказывать это не нужно. Почему это сложнее? Ну вот представьте себе, что классическое стихотворение, написанное регулярным размером, это вот регулярный размер в стихотворении выступает в роли такого каркаса дома. Вот вот это каркас. На этот каркас можно кирпичи какие-то положить, какие-нибудь виньетки, чего-то раскрасить. И вот это будут сравнения, метафоры и так далее. Но каркас есть. То есть когда мы дядя самых честных правил, вот там четырехстопный ям, никуда от него не денешься. А если этого нет, то мы как бы дом строим с самого начала без опор. Просто вот кладем камешек на камешек и сделать так, чтобы он получился красивым и прочным, это великое искусство, которое мало кому если это получается плохо и неумело, то тогда это проза и дурная. А если нет, получается лорка. Тут еще важный момент. Мы сталкиваемся с литературой иногда, зная уже понаслышке, откуда-то кто-то сказал, кто-то упомянул, что вот такой-то и такой-то автор абсолютно гениальный, замечательный. И мы открываем книгу, это может быть и стихи, и проза, как угодно, и у нас разочарование. А почему другим-то? Ну, фигня же. Написано плохо. И далеко не всегда нам приходит в голову, что это плохой перевод. Вот, например, был замечательный писатель Джироу-Джироу, «Трое в одной лодке, не считая собаки». Ну, я вам могу сказать, что те переводы, которые мы читаем сейчас, мы читаем два перевода. Это перевод Михаила Салье, а второй перевод, ой, вот забыл, через второй перевод, ну, современный. Вот. Но до них было еще, дай Бог памяти, переводов сей. И они были совсем другие, некоторые просто не смешные. сей. Да-да-да. Вот я. Вот-вот. И кому-то приходило в голову, что кто-то читал, кто-то понимал, что это не так, и понимал, что надо переводить по-новому. Главное, что у читателя этой мысли не всегда возникает. вот такая же история бы произошла с великим варьбийским поэтом Дивоном Томасом. С ним, правда, история гораздо более грустная, потому что он переведен весь, но почему он гений, до сих пор не поняли. то есть там считают, что он гений. У нас вышел Том Дилана Томаса, там переводы, стихи в нескольких переводах даны, читать его выбрать довольно сложно, там верлибры, а никому не пришло в голову просто послушать, как сам Дилан Томас читает свои стихи. А он их пел. И когда он их пел, то слышны совсем другие ритмы, слышны совсем другие рифмы, которых вроде как там и нет, а они есть. И вот услышать это, ну, вот над этим собственно, вот это и есть то, что я хотел бы научить уметь слушать и понимать текст. Могу проиллюстрировать Дилана Томаса, начало одного стихотворения, оно называется «Город в городском саду». То есть Дилана Томаса переводили давно, издавна. Первый перевод сделал Михаил Зинкевич, Зинкевич он он вот Дилана Томаса сначала выглядит вот так. «Гордун по парку одинокий сторож среди деревьев бродит озабочен с утра, когда откроют доступ к деревьям и воде и вплоть до ночи, когда звонок закончит день неяркий». Ну, ну, ничего. А вот как это же стихотворение перевел упоминаемый мною уже Иван Елагин. «В саду гордун урод, отшельник на скамье, водою и деревьями подхвачен, от самого открытия ворот, впускающих и воду и деревья, до тьмы, где хмур бал, воскресный бал идет, совсем другое напряжение строки, совсем другие слова. И тут-то и чувствуется, что поэт-то ого-го. К сожалению, к сожалению, к великому сожалению, этот великий поэт у нас великим так и не стал. Бывает искушение, правда. Вот известно, что Роберт Бернс, переведенный Маршаком, представитель США переведенный, писал, на самом деле, совсем иначе. Был ахальник, группа, в выражениях не стеснялся, и была попытка сделать Бернса таким, какой он есть. И сделали, группа переводчиков это сделала, книжка вышла, и кто-нибудь что-нибудь об этом слышал, а никто. А почему? Да просто потому, что сделать-то сделали, а до Баршака-то не дотянули чисто поэтически. Ну, вот таланта не хватило, просто чисто поэтического таланта. И вот это одно из таких важных моментов для переводчика понять, что он может, а что он не может. Вот. Так, сейчас, сейчас, я хотел на своем семинаре заняться, ну, я не знаю, я просто не знаю, кто чем занимается, кто чем будет заниматься, кто чем хочет заниматься. А, значит, как я уже сказал, я много занимаюсь детской литературой, это замечательная совершенно область, очень привлекательная. но, раз у нас мало времени, то я о ней говорить не буду отдельно, а завершу некоторыми организационными моментами. Значит, те, кто будет, те, кто запишется ко мне на семинар, я открыл группу ВКонтакте, она называется «Поэзия перевода». постучитесь ко мне, там я буду с людьми общаться. Для начала я хотел бы с теми, кто ко мне запишется на семинар, познакомиться. Я попрошу кое-что прислать, в общем, мы поговорим. В общем, мы поговорим. И когда у меня такой костяк соберется, мы займемся непосредственно переводом, я надеюсь, очень интересного проекта. Какой, не скажу. Так, ну вот, вроде как, я сказал далеко не все, но мое время истекло. Поэтому, давайте так, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Вы можете задать сейчас, мы сейчас закончим, можете потом ко мне подойти уже после того, как мы официально закончим. Так что, есть какие-то сейчас вопросы? Можно узнать, а какие языки вы знаете? Ну, давайте так, рабочий у меня английский, перевожу я еще с немецкого и французского, но из испанского. Вот, но это, с испанским там получился казус, я учил его, думая, что буду переводить детскую литературу, оказалось, что детская литература на испанском очень скверная. Спасибо. Так, ну, если вопросов нет, спасибо вам, что не сбежали с половиной лекции. Вот, спасибо, я откладываюсь. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok